Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по вашим многочисленным просьбам у меня снова в гостях Анна Чапыгина, специалист по моделированию поведения и по такому страшному слову, как по этикет. Аня просит не называть ее специалистом по этикету, мы все равно обзовем этот ролик как-то так, потому что вы очень часто пишете этикет, этикет, этикет и находите именно наши ролики. То же самое касается утюжки, глажки и прочей фигни, потому что народ простой пишет, как гладить рубашку, а народ непростой пишет, Валерий, как ты мог сказать, профессионал никогда не скажет, как гладить рубашку, правильно же утюжить. Мы ответим на те ваши вопросы, которые вы задали под прошлыми роликами. В общем, сегодня будет суперинтересно. Аня, привет! Добрый день всем зрителям, я очень рада тебя еще раз видеть. Хороший порт. Первая часть будет о том, что связано с одеждой и с какими-то вещами, связанные со стилистикой. Итак, вопрос номер один от нашей зрительницы. Как одеться на собеседование, когда ты идешь в компанию и не знаешь, как принято одеваться там? Очень крутой вопрос, потому что он очень актуальный. Сразу веду всех в курс дела. Есть старые деньги, есть новые деньги. Старые деньги – это люди в костюмах. Триада власти – это госслужба, деньги, закон. Там прийти в лосинах будет очень неуместно, каким бы демократичным и креативным вы ни были. Но есть новые деньги – это индустрии, сферы, которые сформировались в последнее время, и правила у них внутри еще просто не сформировались. Но дайте время, и в IT-индустрии тоже появятся свои правила, которым нужно будет соответствовать. Так вот, если вы понимаете, что компания, куда вы хотите пойти, явно не в костюмах, а все что угодно, как попасть и соответствовать, быть понятным этим людям? Простой лайфхак. Посмотрите сайт компании. Скорее всего, там есть фотографии сотрудников, то, как компания позиционирует себя на внешнем рынке. Отсмотрите профили руководителя, начальников в этой компании. Но будьте осторожны, вы должны ориентироваться на деловую ситуацию. Надеть на себя футболку и шорты только потому, что вы увидели, что Алексей Петрович… Голохластов. Да. Где-то там на яхте вот так выглядит, ну, соотнесите. Если вы собираетесь встречаться на яхте, ну, окей, можете так одеться. Идете на бизнес-встречу, одеваетесь так, как видите, что этот человек одевается на бизнес-встречу. То есть в квадрате «Доли Партон Челлендж» вы должны смотреть на то, как эти люди одеваются в LinkedIn, а не в Facebook или в Tinder. Отлично. Следующий вопрос. Я дополню, прости, пожалуйста. То есть люди подпускают к себе кого-то и быстрее склонны кого-то выслушать, если человек понятен, предсказуем и безопасен. Если ко мне подходит человек в костюме черепашки, я напрягаюсь и думаю не о том, как нам создать дело на миллион, а с этим человеком точно все в порядке? Понимаете, теряется время на перепроверку. Пропал костюм черепашки. Пропал костюм черепашки. Мне очень понравился твой пост в Instagram про сапоги. Расскажи более подробно эту историю. Да, написала отдельный текст, потому что накануне Нового года выступала на важном деловом мероприятии. Рассказывала о самопрезентации, как располагать к себе людей, как одеться. И об одном моменте, о женской обуви, пришлось умолчать, именно потому что большая часть дам в зале была в сапогах. А сказать всем, что, ну простите, это лишено смысла, если вы пришли на деловую встречу высокого уровня. И деловой костюм женщины предполагает деловую обувь. А сапоги, задача которых сохранять ноги в тепле, когда вы долго на холоде, говорят о том, что вы долго шагали от общественного транспорта на эту встречу. Поэтому вряд ли, когда вы будете предлагать какую-то очень-очень важную сделку, а потом уедете на маршрутке, я буду сомневаться. Что делать мне, который едет на маршрутке? Сразу скажу, это не говорит о том, что человек злой, плохой. Мы все стараемся расти. Но не обязательно кричать о том, да, я приехал на маршрутке. Нужно показать, что вы понимаете, где вы, с кем вы, и вы умеете соответствовать этому уровню. Нужно напрячься. Идешь от маршрутки в теплой обуви. Хотя мужчинам повезло, я видела деловые туфли, внутри с мехом. Это так. А в них жарко потом сидеть все равно. А потом жарко. Несете с собой сменную обувь. Вы можете переодеться в гардеробной, в туалетной комнате, в уборной. Если вы понимаете, что место, куда вы входите, настолько статусно, пафосно, что туда сразу нужно входить, готовым по полной программе. Езжайте на такси. Езжайте. Ну, есть множество вариантов. Нанять такси, попросить друга, чтобы подвезли. Либо вы сами в личном автомобиле заехали на паркинг, в автомобиле переобулись, поднялись. Иногда можно 500 метров пробежаться на каблуке, ничего с вами не случится. Иногда можно зайти в кафе в 50 метрах от этого места встречи, переобуться и прийти при полном параде. Я уже предполагаю комментарий, куда мне деть потом свои сапоги, они в мою сумочку не поместятся. Мне повезло, у меня коробка с ручками специально для обуви. Она выглядит, ну, не как шуршащий пакет. Да, конечно, нужно подумать, в чем вы потом это оставите. Вопрос вдогонку по поводу пакетов из бутиков. Что делать с красивым оранжевым пакетом Louis Vuitton, который новенький, в котором вы принесли свою покупку домой? Он остается дома. Пакет из магазина уместен только при выходе из магазина, все. Почему же так дорого стоят эти пакеты? Их можно использовать лишь один раз? Ну, дома можете туда что-то раскладывать, если вам хочется на них смотреть, складировать. Но это больше не пакет, с которым вы можете куда-то выходить. В общем, брендированный пакет уместен при выходе из магазина и до двери дома. Все. Что говорит о человеке, если он с таким пакетом отправляется в супермаркет за помидорами? Я точно должна сказать это вслух? Да. Попытка показать всем, что вы, ну, вам кажется, смогли что-то там... Можете позволить себе не только помидоры. Но на самом деле это говорит только о том, что вы человек с пакетом Louis Vuitton. Все. Прости, Louis. Прости, Vuitton. Следующий вопрос... Ну, правда. Ну, я скажу честно, это выглядит дешево. Это смешно. Следующий вопрос касается носков. Мои подписчики обожают, когда я или мои гости сидим в невидимых носках. И всегда обязательно пишут об этом в комментариях, что ай-яй-яй. Так ли это плохо на сегодняшний день? Так, расскажи про следочки. Ты больше специалист. Да. Я думаю, что не все знают, что если человек, на первый взгляд, обувь на босу ногу, то это не совсем так. Сейчас, я не знаю, сколько лет назад появились в свободной продаже носки, которые закрывают просто вот эту часть и не выглядывают из ботинка. В таких носках особенно удобно ходить летом. И это дополнительная циркуляция воздуха. Но не всем нравятся голые щекотки. Но такие носки есть. Если человек сидит так, не надо писать о том, что гигиена и обувь портятся. Поэтому не волнуйтесь, носки там есть. Что касается каких-то деловых встреч, допустимо ли прийти в костюме, скажем так, в лоферах на босу ногу и рассказывать о деньгах? Сама придумала, самой нравится фраза. Думаю, всем сразу запомнится. Больше тела, меньше дела. И наоборот. В общем, все запомнили. То есть, если вы хотите говорить о делах, не делайте каких-то отвлекающих моментов. Не надо демонстрировать тело и давать какие-то двойственные намеки. Если только это не ваша цель. На что-то намекнуть и где-то что-то продолжить. Но если вы идете говорить про деньги, убираем всю сексуальность. Мы же с тобой сделали потрясающий материал для моей лекции о дресс-кодах. Мы с Валерием отфотографировались от традиционного формального делового мужского костюма и женского до футболки и джинс. То есть, как выглядеть уместно в любой ситуации. И я всегда уточняю, что под деловые туфли носок носится всегда. Почему? Потому что деловой костюм носится всегда с носками. То есть, можно ли какую-то обувь надеть без носка? Можно. Но деловой костюм без носков нельзя надеть. Только если там нет подворотов и каких-то уже игр. В общем, мужские ноги голые отвлекают. Если вы хотите людей отвлечь от договора и текста, написанного мелким шрифтом, ну окей, можете в это поиграть. Хотите, чтобы люди слушали то, о чем вы говорите и воспринимали ваше предложение? Не отвлекайте. Еще один вопрос о понтах. Что именно? Есть такая опция, как инициалы владельца на рубашке. Как ты относишься к нанесению монограммы на предмет одежды? Я тут даже хочу с тобой поговорить. Давай поговорим. Это моя любимая тема. Смотри, это же итальянская тема, да? Когда мама всем своим сыновьям, у которых одинаковые рубашки, чтобы потом каждому досталась своя, наносила опознавательный какой-то знак, чтобы не перепутывать. А вот в каких случаях сегодня наносят инициалы? Их наносят в двух случаях. Один случай фольклорный, второй случай не фольклорный. Вот высший шик. Высший шик, как по мне, могу привести в пример двоих своих клиентов, и один и другой шьют рубашки на заказ. Это статусно, это удобно, и когда вы попробовали и нашли свое, уже готовое сложно носить. И есть традиционные места, на которые можно нанести монограмму. Самое классическое – это под сердцем. На уровне пятой пуговички слева может быть ваша монограмма из двух букв. Первая – это буква вашего имени, вторая – это буква вашей фамилии. Можно с точками, можно без. Можно в тон ткани, можно контрастно. Это традиционный, классический способ. Я не считаю, что в этом есть что-то плохое или зазорное. Те, кто более скромный, они делают эту вышивку в тон. Но два моих клиента, один из которых известный спортсмен, а второй входит в топ-10 украинского Forbes. Они вышивают свои инициалы ниже ватерлинии, там, где их никто никогда не увидит. И это такая привилегия для самого себя. Ты знаешь, что рубашка сшита на заказ, и она украшена твоей монограммой. Я считаю, что это высший шик. Если спускаться по лестничке ниже, есть вариант вышить на манжете свои инициалы. Те, кто совсем нахальный, он вышивает их большими буквами на правом манжете. Потому что, когда ты пожимаешь руку, все видят, что рубашка у тебя пошита на заказ. На левом, ну, тоже, наверное, попадет в поле зрения. Вот я хотела, чтобы ты рассказал историю, и зрители поняли бы, что от цели инициалов мы определяем, понт или не понт. И на каком материале? Если на рубашке масс-маркета, на самом видном месте, чтобы другие увидели, это понт. Это вообще отдельная история. Инициалы могут быть только на пошитых на заказ рубашках. Если вы берете готовую и вышиваете на ней свои инициалы, вы даете такой месседж обществу, что моя рубашка сшита на заказ. Если сидит она ужасно... Знающий человек и так поймет. Инициалы его не обманут. Правильно? Вот высший шик — это когда не надо никому ничего доказывать. То есть мы опять сошлись на том, что понты — это плохо. Да не плохо. Ну, знаешь, я так не люблю слова «правильно», «неправильно», «плохо». Дешево. Дешево. Как ты понимаешь, что человек перед тобой понтуется? У меня есть... Мои, конечно, гости, которые приходят ко мне, они свои понты оставляют за дверью, потому что они приходят, как правило, с проблемой, которую хотят решить. А так, где-то в обществе, где я с кем-то общаюсь, у меня есть целый рейтинг понтов. И первое — это, наверное, яркое, ярое демонстрирование логотипа. Одежда с логотипами допустима в одном случае, если вам за это платит производитель. Да. Пока вы не дошли до того уровня, когда вам будут платить за то, что у вас на бляхе рекламный постер, я думаю, что не стоит ее носить. Исключение, наверное, спортивной одежды. Очень сложно найти какую-то футболку для спортзала, на которой не будет Nike или что-то еще. Что касается повседневной одежды, скажем так, хороший понт, он хорошо замаскирован. И в некоторых дорогущих брендах есть такая штука, как лого-ноу-лого. То есть только для своих. Ты смотришь, ты понимаешь, что это обувь именно этого производителя. А вот эта тонкая серая линия по контуру означает, что твоя футболка не просто себе хлопок, а это брунелла кученели. То есть кому нужно узнают, кому не нужно будут считать, что ты просто случайный товарищ. Но и тебе такие люди, которые не понимают, не нужны. Правильно? Это такая кодовая система свой-чужой. Вот в этикете тоже всегда говорят, ваши бирки никому не должны быть видны. А грязная дорогая одежда, это в первую очередь грязная одежда. На этом мы заканчиваем первую часть ролика. А во второй части, которая выйдет через неделю, мы ответим на те ваши вопросы, которые вы задали под предыдущим роликом. Спасибо, что были с нами. Увидимся.